Многие севастопольцы пользуются общественным транспортом регулярно, поэтому поддержание его частоты – важная часть работы СЕВ «Электроавтотранса». Раньше дезинфекция автобусов и троллейбусов проводилась один раз в месяц. Ежедневной была только влажная уборка салона. Сегодня на маршруты выходит более 270 единиц техники. При этом все машины перед выходом из депо обрабатываются снаружи и внутри с использованием дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства, которые мы используем, относятся к четвертой категории. Они безопасны для вдыхания и даже если их проглотить ничего не произойдет. То есть тот контакт пассажира, который производится с поручнями, сидушками и стеклами, он безопасен. Но тем не менее люди, которые производят дезинфекцию, они производят ее достаточно часто. И поэтому вдыхаемые пары они все-таки какое-то отложение в себе несут. Севастопольцам можно не бояться испарений, утверждают на предприятии. Сразу после получасовой обработки транспорт проветривается. Так что к посадке первого пассажира от моющего средства не остается и следа. Севэлектроавтотранс принимает меры не только для защиты пассажиров, но и сотрудников предприятия. Одноразовые маски на сегодняшний день в том наличии, в котором были, мы выдали водителям. Они с ними работают. На сегодняшний день отправлена заявка в департамент транспорта для поставки необходимого количества защитных средств и растворов по дезинфекции транспорта внутри и защитных масок. Потому что тот объем, который нам необходим, на сегодняшний день на предприятии отсутствует. По словам руководства Севэлектроавтотранса, заказ сделан на 90 тысяч одноразовых медицинских масок. Как только они поступят на предприятие, ими обеспечат водителей и кондукторов. Под пристальным контролем находится и санитарное состояние транспортных средств частных перевозчиков. За их чистотой следят специалисты департамента транспорта правительства Севастополя. Еженедельно мы проводим мероприятия, конкретно направленные на контроль санитарного состояния транспортных средств. Они проводятся на местах межрейсового отстоя транспортных средств, а также на остановочных пунктах конечных. Что мы проверяем? Проверяем наружную, снаружи, как выглядит транспортное средство, то бишь оно перед выходом на маршрут должно быть помыто. Это чистота салона, то есть салон должен быть вымыт. Также дезинфекция поручней, сидений и других поверхностей. По словам представителей Дептранса, которые проводят мониторинг санитарного состояния общественного транспорта с февраля, нарушений у севастопольских перевозчиков выявлено не было. Цена за грязный автобус для недобросовестных предпринимателей будет высока. В случае нарушения их ждет штраф в размере от 300 тысяч рублей. Екатерина Решетникова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Продолжение следует...